Портал «Такие дела» и «Лентач» «Большая земля» при поддержке Тинькофф Бизнеса представляет. Дальний Восток России. Здесь любой желающий может получить бесплатно гектар земли и начать свое дело. Пускай все говорят, что это невозможно. Но мы, Митя Олешковский и Борис Акимов, при поддержке Тинькофф Бизнеса проверим это на себе, возьмем гектар и создадим успешный бизнес с нуля. А сейчас мы находимся на поле китайца Паша, который нас сюда привез. Потом он сам себе начинает ферму, открыл, технику купили, тем не взял. Приступаю в ряды реестрового втюрийского казачества на животворящем кресте и святом Ивангле, клянусь. «Люба казакова! Люба! Люба!» «Люба!» «Не понимаю, что такого в этом месте, что здесь все такие классные?» «С утра до вечера?» «Да, только так. А лягушек работать еще и моют». «Где-то здесь они нам предлагают...» «Да, считайте, вот туда вся низина. Все, болото ваше». «Любушек разводить». «Любушек разводить». «Любушек разводить». «Любушек разводить». «Любушек разводить». «ДАЛА» «ДАЛА» «Любушек разводить. «ДАЛА» «Обитые теста?» Здесь дети, здесь бабушка, там моя комната. А несколько детей на одной кровати? Да, по двое. По двое? По двое. Один раз тут кто-то капнул, якобы они у меня сидят в холоде. Ну, кто-то не видел, не обращая внимания на мою печку, у меня не топится печка. Притом, когда я стояла на этом учете, ни один не приехал, не предложил мне помощь, ни один. Помощи у нашего государства, чтобы выпросить, такое чувство, что мы когда к ним идем, что мы просим с ихнего кармана. Ну, здесь вот у нас залп. У нас 1600. На четверых я получила 1600 к школе помощь. Все было вот единовременно, больше ничего. Из чего состоит ваш бюджет? Вообще, как вы у вас растите? От четырех до шести тысяч элементов. Это бывший муж выплачет. Ну, получается, по зарплате моей. Половину удерживают по исполнительному листу. Это долг за ЖКХ? За ЖКХ, да. Даже не делают скидок. Многодетные, без разницы. Ну, вот мамина пенсия. 1400 за то, что по уходу мы оформили на среднего сына. И 14 с лишним где-то. В общей сложности мамина пенсия 16 тысяч. 20 тысяч на девятерых человек, получается, да? Ну, получается. Ну, на восьмерых, один в армии. Да. Вы ему, наверное, помогаете как-то? Ну, конечно. Каждый месяц не получается. Но раз в три месяца мы все равно собираем ему небольшую посылочку. То есть, 2200 на человека в месяц? Вообще всего получается? 1800 уходит на продукты. 1400-1500 я трачу на одежду детям. 1700 в месяц за свет. 2000 уходит на газ. Вы на такую АРАУ вообще не думали получить какой-то дальневосточный гектар? Вы можете 9 гектар получить? На это, во-первых, нужны вложения. Туда нужно сначала вложить. Надо иметь какую-нибудь технику. В аренду брать технику – это тоже все дорого. Ни с чего раскрутиться, ни с чего. Я бы это… Раньше, да, держала коров, держала все. Если бы вам кто-то помог, скажем, возделать этот гектар, вы бы в это ввязались? Конечно. У меня была мысль, думала, что если у меня получится взять кредит, ну, получается, я вот через Россельхозбанк попыталась взять… То есть вы пытались уже? Да, я пыталась. Мне сказали сразу, вы мне платье уже способное. Ух, молчи! Вот мой огород, молчи. Я сказала, молчи. Танька, иди стять возле него, чтобы он не вырвался, не дай его же. Да тихо, тихо. Вот здесь у нас была капуста. За от огорода у меня были кабачки и тыква. Это там соседский. Но вы же не среднестатистическая семья в еврейской автономной области, правда? Ну, вообще я признана малоимущей семьей. То есть малоимущей, да? Малоимущей, да. Мне кажется, что для таких семей гектар — это отличный инструмент. Она его возьмет, засадит, но у нее как минимум уже, там, я не знаю, на картошку ей не нужно будет тратиться, на морковку ей не нужно будет тратиться. С этой точки зрения, я лично о гектаре не думал, потому что это способ, возможно, улучшить благосостояние тех, кому действительно сейчас тяжело живется. Это серьезная проблема и для этой области, и для других областей Дальнего Востока, и вообще для страны. Потому что людей — это не уникальная ситуация, к сожалению. Просто вот один раз она опустит руки и запьет. И все, и все, конец. — Это не благотворительность. Вернее, это умная благотворительность. Потому что это благотворительность, которая... — Ты не просто даешь деньги человеку, чтобы он выжил. — Не рыбу давать, а удочку. — А удочку, конечно. Ты ему даешь гектар и даешь ему возможность этот гектар возделать, чтобы спасти себя, свою семью, чтобы выжить, чтобы не сгинуть вообще в лето. — Тем более в этом случае, когда люди с самого рождения, в общем-то, они все равно с сельским хозяйством занимаются. — Конечно, да. У нее есть огород. У нее есть огород. Она умеет это делать. Она говорит, мы держали корову. То есть для них это не что-то новое. Это не просто вот ты приходишь к человеку и говоришь, на, иди там возделывай землю. Нет, она готова, она хотела это сделать. У нее это не получилось. Очень важная вот эта история с тем, что мы должны поддерживать людей, которым тяжело. Не гнобить их, не забивать их. Она говорит, тут у нас кто-то посмотрел и увидел, что у меня печка, дым из печки не шел. Я не топлю дома печь, и, значит, дети в холоде живут. Да, то есть они приходят, надзирают за ней, но вместо того, чтобы помочь ей, скажем, дровами для печки, они ей говорят, у тебя печка не работает, забрать детей. Власть, государство в этом смысле, они исполняют исключительно репрессивную функцию, а не функцию поддержки каким-то образом развиться, решить свою проблему. Но на самом деле эта история, она открыла потенциал гектара какой-то другой стороны, потому что если научиться использовать этот гектар как как раз этот самый инструмент поддержки для таких семей, вот это было бы на самом деле очень здорово, потому что сейчас мы всегда рассматриваем, чаще, точнее, я думал, и вообще многие думают о гектаре как каком-то, ну, таком инвестпроекте. Вот у меня вот что-то в жизни сложилось, ну, попробую-ка я еще и на гектаре, да. А вот здесь сейчас идет совсем о другом, о том, чтобы гектар стал социально-экономическим инструментом исправления жизни каждого какого-то конкретного семейства, которое вот попало в такую трудную ситуацию. Но с другой стороны… Рады бы работать. Рады работать, да, и они вот абсолютно не деградировали, они держатся, не пьют, не курят, там, и ведутся вполне здоровый общественный образ жизни. Большая польза ведь для таких семей и, собственно, для тех людей вроде нас, которые хотим взять гектар, а как бы мы понимаем, что мы столкнемся с вопросом в кадрах, конечно. Чтобы мы не только могли обрабатывать гектар и там на нем что-то выращивать или производить, а чтобы еще и мы могли менять жизни людей, которые живут вокруг него, рядом с ним в этой регионе, чтобы они могли решать свои социальные проблемы. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Витя. Детей то заберут, то отдадут, то заберут. Ну, игрушка, как называется. Сейчас живу нормально вот с мужем и работаю, и не пьем, и, как говорится, все нормально. Забрали у меня детей, я даже не знаю, где они. Хотела их забрать, трое со мной, и троих нет, не могу их найти. То бишь сказали, что их нет вообще в городе. Пошла узнавать, и с опеки все там поувольнялись, никто ничего ни о чем не знает. Затоп у нас, постоянно полдома топит нас. Никакой помощи, сколько я пыталась помощь попросить. Всегда в отказ идут. Делайте, вы купили за материнский капитал дом, делайте, что хотите, все. Первый поток у нас был вот так вот, честно под окном. Фотографии есть. Я обращалась. Выплатили нам всего лишь за отопление 13 тысяч, всего лишь. У меня трое детей, долги не могу раздать, муж работает, уже все на долге. Помощи реально нету никакой. Даже как сирота, даже квартиру это не получила, даже комнату не получила. А где сирота тоже? Конечно. Вы в детдоме были? Да. Сколько я пыталась, наверное, 76 лет бегала за этой комнатой, так и не купили. Ну, не дали. Я не знаю, куда даже биться уже, все, у меня просто сил уже нету. Туда помыли, туда помыли, мне везде отказ, отказ, отказ. Мой муж сказал, да, я согласен, даже их удочерить заберу, я их. Давайте мне их, тоже отказ ему. Почему? Ну, я не знаю, почему даже не сказали, почему. Ну, они как игрушки то заберут, то отдадут, заберут, а причины то нет никакой. Ну, вот такой вот маленький домик у нас получается. Тут вообще маленький, вот здесь дети спят, здесь дети спят, вот там маленький. Ну, такое вот, что я смогла, то и сделала. Как я только не делала ремонт, приходили, все плохо, 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 плохо. А сколько денег вообще в месяц зарабатываешь всей семьей? Ну, получается, я вот сижу, у нас пенсия есть по потере кормлица отца. Угу. Вот, восемь. Это полутора, это шесть с копейками. Это что значит? Это детские, вот на детских сидим. Ага. Да, вот шесть. Плюс шесть? Да, плюс шесть. И до трех, десять девятьсот девяносто, и маленькие двести. Вот сколько в общем вы получаете денег? Ой, ну это посчитать, у меня сейчас, да, двадцать, да, где-то двадцать. А муж ваш сколько зарабатывает? Муж, он, если от работы зарабатывает, допустим, все не доделает работу, он принесет пятнадцать, шестнадцать. То есть у вас тридцать пять тысяч в месяц? Да. На восьмерых человек? Да. Да. Да больше, чем по ужину тратим, потому что занимаем соседями сейчас. Ну, вот просто расскажите мне, сколько вы на еду, сколько вы тратите? Сколько вы тратите на одежду, на отопление? На еду мы тратим максимум, вот конкретная сумма десять, там десять из копеечка. А что вы едите? Все едим, что позволено. Ну как, ну? Я имею в виду. И мясо, и колбасу дети покупаю, и крупы, и все, вот это вот, ну, чтобы питаться детям тоже. Дрова, уголь, после отопления вот этот забор сами сделали, купили вот, наняли трактор уже этот, чтобы уже сами сделали все. Нам только и детство в душу играем, все, вот эти вот деньги все и выводят. Вы не размышляли о том, чтобы взять гектар и на нем что-то начать делать, который государственный платный? Размышляла, я тоже вот подходила насчет земли, вот этот вот гектар. Я тоже узнавала, и говорят, если мы вам только дадим, это только, ну, дальше Ленинский, там, где-то. Я вот посмотрела, на болоте дают, он мне надо на болоте, тоже нет. Я не хочу на болоте. Я по этим землям, я не понимаю. Дай, это маме, мне надо. Вот это я. Музыка 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 Слово «хороший» или «удачный» здесь неправильное. Но это очень показательный пример того, как наше государство и наша власть вместо того, чтобы спасти судьбу сразу нескольких детей и семьи, и женщины, сделало все, чтобы эту судьбу разрушить. И вместо того, чтобы этих детей, которых у нее отняли, сохранить в семье, сохранить с мамой, государство забрало этих детей, а теперь они живут в детском доме, непонятно где, и не отдает их. А вместо того, чтобы этой маме помочь с работой, с ремонтом, с жильем, с каким-то психологическим, вообще, устройством в жизни, государство только требует, требует, требует. Вытаскивай себя сама из ямы, вытаскивай себя сама из этого болота. И какое количество судеб таким образом рушится в нашей стране, невозможно посчитать вообще. Я очень хочу показать на то, что дети абсолютно счастливы, живут на пяти квадратных метрах в бедноте и без каких-либо перспектив. Мама плачет постоянно, а дети счастливы. Это вопрос о том, что у таких родителей нужно отнимать детей. Нет, таким родителям нужно помогать, чтобы у них не отнимали детей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Добрый день. Добрый день. Дмитрий. Ой, какой вахар. В пятером вы живете в этом доме? Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А сколько здесь вообще квадратных метров? Ну, примерно пятнадцать, приблизительно. Пятнадцать, шестнадцать, где-то так. Государство дает, ладно, это здесь просто, ну, пока, типа, времянки построил, потому что потом фундамент-то вон есть, дом строить. А здесь государство выдает. А у нас там общежитие. Девять квадратных метров на три-четыре человека. А вы собираетесь строить дом? Ну да, вон фундамент же сделал. Мы делали кредит на фундамент много лет назад, и вот сейчас этот кредит потихоньку выплачиваем. Потому что сейчас денег у нас нет, чтобы строить дальше, у нас только все уходят на кредит. А сколько кредит? Кредит пятьсот тысяч нельзя. Сколько выплачиваете? Двадцать тысяч. В месяц? Да. Да, муж на Водоканале работает. Вот что он получает, но все уходит на кредиты. А вот на то, что я получаю до трех лет, то и проживаем. Сколько вы в месяц зарабатываете? Ну, в пределах тридцати тысяч. Ну, если с хозяйства, там что еще, пойми. В пределах тридцати тысяч. А траты? Двадцать тысяч отдаёте за кредит? Ну да. Ну а остальное, вон что, я говорю, сейчас недавно кролика продали тоже, там, вот на днях, на две с половиной. Там еще цыплята по весне продавали. Ну, когда-то как. То есть у вас есть хозяйство? Да, вон там. Ну, пока начали. Сейчас покажется и можно? Да, пожалуйста. И ради детей все это потихоньку, вот, и стараемся хозяйство развили, ну, это потихоньку подниматься, чтобы была дача. Огород мы садим постоянно, свой урожай, все это, как бы, все, что было у нас. Мясо у нас, как бы, вот все свое, кролики, раз, курочка, раз. Сейчас поросят вырастим, тоже это самое. Все вот, что-то вот, это уже намного, уже плюс нам. Вы не теряете, вообще, настроя, по-моему, да? Ну, посмотрим, может, что-нибудь, может, что изменится по нашей стороне. Ха-ха-ха. На, 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 на! На, на, на! На, на! На, на, на! Я бы, наверное, сейчас с той стороны разговариваю. Там не удобнее было пока. Вот есть кролики. А какие у вас, вообще, планы на будущее? Ну, не знаю, по весне, вот думаю, может, еще пчел попробовать взять, там, для начала улик, там, как-то дело пойдет, не пойдет. А вообще, вы отсюда уехать не хотите? А куда ехать? Да где лучше? Так посмотришь по телевизору, что там топит, там, это, какими-то эпидемиями, болезни. Как для них-то самое. Не знаю. Думал, конечно. А куда ехать? Мне, допустим, вот на Дальнем Востоке, мне нравится. Ну, не знаю. Да. Красиво. Особенно осенью, вообще, красота. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прямо как-то сразу стало тепло и весело на душе. Потому что вроде условия те же самые, негде жить, огромное количество детей, сработает труба, мало платят. Но будущее хоть какое-то даже в этих условиях есть, просто потому что люди что-то делают. Показывают своим примером, что можно выживать в этой ситуации. И разводят каких-то свиней, кур, кроликов. И кредит взяли вот на строительство себе дома. Да, хоть фундамент построили, но надеются на то, что построят дальше больше. Надежды есть. И они этой надеждой питаются. И я уверен, все получится. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сюда, туда. Можно, да? СТОКОЙНАЯ МУЗЫКА Какая порода собачка. СТОКОЙНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Давно вы здесь живете? Давно. Лет 20, может быть. А сколько у вас человек здесь живет? Ну, я, страх, 8 человек. В трехкомнатной квартире 8 человек? Да. И что, а у вас тут там ремонт? Какие у вас здесь условия? Условия? Ну, уличные условия. Возу приносим, печка топим. То есть у вас на печном отоплении? Да, выносим, приносим. А вы, может, обращались куда-то? Может быть, как-то вам... Да, ну что, не положено. Почему не положено? Ну, может, положено. Сказали, живите. А оно не признано аварийным? Признано. То есть вы живете в аварийном жилье? У вас есть хозяйство? Нет. Земли? Ни посадок? Нет, нет. Нет. А почему? Где я здесь хозяйство держал? А вот, слушайте, ну вот знаете, сейчас есть программа дальневосточный гектар. Вы не думали взять себя по гектару? Да нет. Мы езжаем, живем, живем. Да не знаем. Вот он сейчас сколько лет? Мне 23. В 43 вы что хотели бы делать? В 43 иметь свое хозяйство. И свой дом. Вы же только что сказали, что не хотите хозяйства. Ну, в данный момент нет. А те постарше бы, да. Но все-таки вы здесь хотите остаться? Не хотите уезжать из еврейских? Да нет. А вы были где-то еще? Кроме Биробиджана я никуда даже не езжу. Даже в Хабаровск не езжу. То есть вы всю жизнь здесь провели? Да. И нет желания, потребности. Нет. Не интересно. Понятно. Там они в маленькой комнате. Одна семья, вторая семья там живет. По двое детей. В общем, четверо там, четверо тут. Три семьи живет вот такой. Я себя не считаю. У меня квартира вон на кладбище скоро будет. А вы здесь как оказались? В Биробиджане? Как? Мы по переселению приехали в Надежде. По переселению откуда? С Украины. А мы с Украины уехали из-за чего? Потому что не было жилья. И я даже очень рада, что… Вот сейчас передают по телевизору, что там творится. Я говорю, господи, как нас Бог спас. У нас здесь вообще и жилье, хотя бы хоть и тишина, и не войны, и вообще люди такие хорошие. То есть вы довольны тем, что вы здесь имеете? Ну вы же сами говорите, что очень сложные условия жилья. Ну вот… Я не жалуюсь, мне это наплевать. Честно, пионерски говорю. Но мне жалко детей. Так вы же сказали только что, что вы очень довольны. Что вы, конечно, привязали. Я пытаюсь понять, что вы имеете в виду. Вы довольны тем, что… То есть не здесь имею в виду. А вот… Что не там. Да. Я не знаю, как выживать. Вот честное слово. Вот я вот стояла сейчас на дороге. Я два часа стояла. Не просто так. Я уже взяла камни. Думаю, если не остановитесь, я уже кину. Я до того просто устала. Я вот… Женщина слабая. Но я не слабая. Я уже до того… Я сильнее, мне кажется, вас всех троих. Вот стоите. Все на женских плечах. У меня муж метр восемьдесят. Он сейчас весит больше ста, наверное, килограмм. Сейчас вот вы видите его и просто ахнете, охнете. Это просто невыносимо. Я по уходу за ним. Я получаю тысяч четыреста. Я работаю двадцать четыре часа в сутки. А тысяч четыреста что вы получаете? Это по уходу за инвалидом. Угу. У него пенсия маленькая. Десять… одиннадцать тысяч. На что вы живете? Вот на этой мы и живем. Сколько у вас в общем в месяц? Ну, получается, четырнадцать тысяч в общем. Плюс трое детей? Плюс трое детей. Пойдемте, только нить. Давайте. Слушайте, снимать ботинки? Нет, ни в коем случае дома. Бардак, проходи. В больницу привезли, не хотят ложить. Ты когда сдохнули, ты тут и что-то… Везите обратно за свой счет. Скорая в семьсот рублей. В смысле, как это? Вот так обыкновенно. Либо ты везешь на такси, либо ты выберешь платную скорую. А вы вообще не ходите? Он не может ходить. Какая-то патронажная служба вам не занимается, нет? Никто на меня не занимается. Мне единственное, я сказал губернатор, я как-то пошла просить на землю документальную помощь, чтобы драли в дров. Потому что мне он единственное ответил – пойдите поработайте. Я бы с удовольствием пошла. А кто его отопит? А кто его накормит? А кто его переоденет? А он падает. Представьте его, сто килограмм мне, хрупкой женщиной, поднять. Но мне раньше не предложили какую-то помощь. Единственное, я ходила, выпросила памперсы, наконец-то, и выпросила обувь. Я залезла в этом году в долг. Я взяла кредит и поставила батарею. Сколько вы взяли? Двести. Как платится? Плачу в пенсии по две тысячи. У нас один сотовый телефон и все семьи. У меня ребенок учится во второй смене, я не могу ей позвонить. Как она возвращается? И делит ли она в автобусе? Кошка. Ей хочется, естественно, хорошую курточку. Ей хочется красивый портфель. Но все валится, ребята, все валится, я не знаю. Как так? Почему меня нюхают? Никто меня не хочет услышать в этом биробиджане. Мы вас слышим, правда, не плачьте. Мне вот сейчас с вами поговорили, мне уже легче. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что ты можешь сделать для такой ситуации? Конечно, вот оно дно. Настоящее, просто настоящее дно. И.. Сразу, конечно, хочется помочь, Сразу, конечно, хочется вот-то обнять людей, которых ты видишь, и не отпускать их. Как ты им поможешь Денег всем дать. Денег на всех не хватит. И вообще непонятно, конечно, что делать. И тут, ну, в общем, если действовать как-то системно, пытаться всем... Ты каждому же не поможешь. Конечно, здесь нужно все переворачивать с ног на голову. И, конечно, здесь нужно и работу давать, и социальные службы какие-то создавать. Потому что ведь не будет у людей жизни пока вот за такими вот инвалидами, за такими вот брошенными, одинокими людьми, за такими вот многодетными, за такими сложными людьми, пока за ними не будет следить общество, пока им не будут помогать другие. Такие организации, видимо, тоже надо создавать. В общем, надеюсь, что с нашим приходом на эту землю здесь что-то изменится, и такие люди, такие судьбы не будут просто пропадать. Честно, очень сложно говорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...